Наши новости начинают работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Политический шаг или юношеская романтика? Чем может грозить побег в Киев Марии Матузной, другим обвиняемым по статье об экстремизме? Быть ли вертолетной площадке? В Барнауле прошел митинг в защиту леса. История в тысячи лет. Армянская диаспора на Алтае отмечает 20-летие. Отъезд за границу Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих за размещенные в интернете картинки, не повлияет на судьбу других подсудимых по делам о мемах. В этом уверен барнаульский юрист. Что известно на сегодняшний день о побеге подсудимой? Ее мотивы и ближайшие планы выяснял Илья Кочетков. Закручивания гаек не будет. В этом убеждена юрист Анна Татарникова. Известный в крае адвокат, которая ведет громкие дела, давно следит за тем, как развиваются процессы, где речь идет об экстремизме. Юрист считает, побег Марии Матузной из России не отразится на ходе других громких судебных процессов по интернет-мемам. Напомним, в Алтайском крае заведено четыре таких дела. Теперь всем остальным обвиняемым, говорит Анна, нужно просто строго соблюдать закон. А еще ждать, когда Госдума примет предложенные президентом поправки в УК, согласно которым тех, кто разместил незаконный мем впервые, следует привлечь только к административной ответственности. А поскольку этого в отношении них не производилось, ну и там в любом случае сроки давности, допустим, сроки возможности привлечения к административной ответственности тоже будут уже пропущены, они утрачены и это никак не восстановимо в принципе. После того, когда вступят эти поправки, ну даже в той редакции, пускай как вынес президент, по ней и по другим обвиняемым, ну с вероятностью 99 процентов дела будут прекращены. Напомним, судебное разбирательство по делу Марии Матузной началось в августе, а 9 октября суд решил вернуть дело в прокуратуру на доследование. Подсудимая восприняла это как знак о скором прекращении дела. Более того, ей разрешили, несмотря на подписку о невыезде, поехать в Москву на съемки в телепрограмме. Именно оттуда Мария, как потом выяснилось, через Белоруссию уехала в Украину. Сейчас она неохотно общается с прессой, но на ряд наших вопросов ответил ее представитель. Почему уехала, когда здесь в России суд вроде бы повернулся к ней лицом? Потому что это не гарантирует ей свободу все еще. И она в списке экстремистов все еще собирается ли вернуться и при каких условиях, возможно, при истечении срока давности ее дела. Но не факт, потому что сейчас ее объявят в розыск, скорее всего. И, скорее всего, ситуация усложнится. Между тем, Анна Татарникова считает, что если Мария вернется в Россию после принятия поправок, то уголовное преследование ей уже не будет грозить. Между тем, как нам пояснил представитель Марии, она уже строит планы на жизнь в Европе. В Украине, скорее всего, не задержится. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Шесть заоринских детей, которых избивала приемная мать, обрели новые семьи. Их распределили по трое в две семьи. И, как нам рассказали в региональном Минздраве, ребята дали согласие на проживание с новыми родителями. Дети обеспечены всем необходимым. У каждого есть отдельное место для занятий, игры, сна, отдыха. В течение месяца семьи узаконят опекунство над несовершеннолетними. Ну а вот седьмой ребенок, который больше всего пострадал от домашнего насилия, приемная мать сломала ему ногу, пожелал остаться в центре для детей-сирот. Напомним, в начале октября в Заринскую больницу попали семь приемных детей местной жительницы. У всех врачей обнаружили следы побоев и удушья. На опекуншу заведено уголовное дело. Судить ее будут по нескольким статьям. За причинение вреда здоровью, истязания и неисполнение родительских обязанностей. В Барнауле на площади Свободы сегодня прошел митинг против вырубки леса для строительства вертолетной площадки. Напомним, Краевой Минздрав предложил выкосить два гектара ленточного бора, чтобы тяжело больных доставляли в два раза быстрее. На защиту зеленых насаждений сразу встали депутаты и общественники. Валентина Аскерова продолжит. С единственной действующей сейчас в Барнауле вертолетной площадки, что за новым мостом, тяжелобольного до Краевой клинической больницы доставляют в течение 10 минут. Но в ситуациях между жизнью и смертью счет идет на секунды и даже на их доли. Поэтому специалисты регионального Минздрава выступили с предложением построить новую площадку для санавиации в ленточном бару в трех минутах от Краевой больницы. На защиту леса сразу встала общественность. Сегодня они вышли на площадь свободы. Стоимость только будущего проекта вертолетной площадки около 6 миллионов рублей. Все работы обойдутся в 200 миллионов. Средства краевые. Ряд депутатов считает, что потратить их можно на другие цели. Можно приобрести более 30 машин скорой помощи новых, более укомплектованных, более скоростных, которые могли бы маневрировать спокойно по городу. Можно также купить, приобрести сегодня современный вертолет, оснащенный санавиацией. Модели Робинсона, они легкие вертолеты, которые могут сегодня приземлиться на крышу и транспортировать больного в здание. Заявленная площадь – 2 гектара по улице 6 Нагорная. Конкретное место пока не определено, но юридических ограничений для вырубки деревьев уже нет, говорят эксперты. В кадастровой карте ленточный бор вокруг Краевой больницы принял общественно-деловое значение. То есть его можно использовать и для строительства дополнительных объектов здравоохранения, чем и является вертолетная площадка. По документам это уже не лес. То есть на самом деле эти вопросы нужно было решать раньше. И главный вопрос с моей точки зрения сейчас даже не это конкретная вертолетная площадка, а стратегические решения. А дальше что? Будет сжиматься этот островок леса или нет? На сайте госзакупок продолжается поиск проектировщика. Тем временем жители собирают подписи против вырубки. Их поставило уже больше 500 человек. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Бийские дольщики впервые за последние три года получили надежду на то, что в 2019 году отметят долгожданное новоселье. Процедура перепроектирования дома завершается. И застройщик озвучил дату сдачи объекта. Рассказывает Марина Волкова. У меня сын пошел уже в первый класс. А до этого его вообще не было. В надежде мы с женой мечтали, что мы переедем в новую квартиру именно уже с рождением ребенка. Но он уже в школе учится. Наверное, скоро в армию пойдет. Уже он придет и будет жить в этой квартире. Долевое строительство жилого дома по адресу улица Советская, 199, дробь 10, началось 11 лет назад. За эти годы большинство дольщиков выплатили полную стоимость своих квадратных метров. Дом должен был стать элитным. И потому стоимость квартир здесь варьируется от 2 до 3 миллионов. Честно говоря, уже слабо верить, что где-то что-то здесь будет стоять. Тут сделали зал, кухню, сделали гостиную. Ну, планировали сделать. Тут, соответственно, коридор, санузел. Ну и вот спальня, детская спальня. Общая площадь тут с балконами, наверное, порядка 140 квадратных метров. В 2015 году одним из дольщиков дома стало строительное предприятие Александра Казакова. И первое, что пришлось сделать, заново заказывать проект. На его переделку и утверждение ушло еще три года. Из чего строился дом? Всего все бэушное. Здесь сейчас все делается усиление. Вот этот проем будет закладываться. Здесь будет сеткой все обтягиваться, углом обтягиваться и делается тортирование. Это усиление, бетоном все будет заливаться. После 2015 года вот этот дом находится на контроле, достроил, находится на контроле администрации города Бийска, региональной администрации и государственной инспекции. Но, к сожалению, контроль есть, но помощь подрядчику в лице предприятия Апроматей, она, ну, я считаю, недостаточно для того, чтобы этот вопрос все-таки сдвинуть это с места и строительство началось наконец. Дольщики ждут поддержки и помощи от властей в части ускорения процесса проверки и приема документов. Ведь пока чиновники буквально исполняют сроки проверок и выдачи разрешений, дом продолжает разрушаться. А люди все вкладывают и вкладывают деньги. Вот и на новый проект снова скидывались. Многие, при том, люди, чтобы рассчитаться за эти квартиры, вот этот дом, в котором мы стоим, они брали кредиты, которые потом уже выплатили даже эти кредиты, и потом еще брали ипотеки, чтобы купить квартиру, чтобы было где жить. Понимаете, в чем дело? То есть и вот до сих пор вопрос так не решен. Сам же застройщик уверяет, что после приемки госинспекции проекта он сразу же начнет строительство и даже озвучил примерную дату сдачи – середина будущего года. Однако тот же признает, что этот срок будет выполнен только при одном условии – поддержке властей. 20 лет сегодня отмечает диаспора армян на Алтае. По этому поводу в Барнаул с двухдневным визитом прибыли чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в России Вардан Таганян и глава российской новонахичеванской епархии архиепископ Езрас. Рассказывает Ирина Харитон. Этот храм – единственная во всем крае армянская церковь. Не случайно сегодня она не может вместить всех желающих. Юбилей 2 – 10 лет со дня освящения храма и 20-летие Алтайской диаспоры. Георгу Саркисяну из Рубсовска посетить встречи не помешали ни дела, ни капризы погоды. Он приехал сюда вместе с дочками. Какая может быть проблема. Здесь уже какая-то работа или что-то. Все равно это такой день, что можно как бы все временно оставить, приехать, встречаться. Поэтому очень приятно. Десять лет назад церковь великомученицы Репсиме после семи лет строительства наконец осветили. Крест для храма привезли из Еревана. Прихожане сегодня почтили память жертв геноцида. В Алтайском крае проживает несколько десятков тысяч армян. Только в Барноле их насчитывается порядка 15 тысяч. И тесную связь народов не разорвать. Этот фундамент духовного единства, братства, очень прочно, незитренно. И мы всегда шли бок о бок, плечо к плечу. Защищали общие святыни. Через пару месяцев в Рубцовске планируют открыть вторую армянскую церковь на Алтае. И в честь события вся большая армянская семья вновь ждет приезда своего архиепископа. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. Подарили праздник. Алтай-баскет распечатал новый сезон громкой победой. Как признался главный тренер барнаульцев Борис Соколовский, этот положительный результат не был бы достигнут, если бы не поддержка трибун. В самый нужный момент болельщики стали гнать вперед своих любимцев так, что те просто не смогли остановиться. Кирилл Политов наблюдал первую победу в первом домашнем матче. Остановить «Динамо-машину» в самом начале ее движением. Задача не из легких. Магнитогорская «Динамо» в этом сезоне считается одним из главных фаворитов на золотые медали. В итоге для победы Алтай-баскет заготовил целый арсенал приемов. Мы разбирали каждое взаимодействие «Динамо-магнитогорска» достаточно скрупулезно. Тем не менее, они сегодня тоже преподнесли кое-какие сюрпризы. Они сегодня навязали на много зонных построений. Но в целом, считаю, что благодаря хорошей работе скаутинга мы были к этой игре готовы лучше. Разминку боем этой осенью с магнитогорцами барнаульцы провели в Кубке страны. Тогда этот матч для хозяев паркета закончился оплеухой, где табло показало плюс 19 в сторону уральцев. Баскетовцы стиснули зубы, разобрали ошибки, усилили тренировки. Результат – битва на равных с опытным соперником. Отдельной линией игра вот этого паренька с 11 номером. Его зовут Сергей Лапин. Ему 22. Молодой, подающий надежды, как говорят наш воспитанник. Те самые надежды оправдал сполна. Об этом лучше всего расскажут цифры. В этот вечер Сергей стал самым результативным игроком в составе обеих коллективов. Записал на свой счет сразу 20 очков. Эмоции зашкаливают на самом деле. Очень рады, что в первом матче сезоне выиграли такой сильной команды. Это прям очень круто. В прошлом сезоне «Алтайбаскет» был слаб, беззащитен, не сыгран. В этом, похоже, начинает возвращать былые позиции. 70-68 – таков итог первой домашней игры. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В субботу в крае возможен дождь и мокрый снег. Температура днем в Змеиногорске, Колунде и Славгороде около 4 градусов выше 0. В Камне-Набе и Заринске до плюс 6. В Барнауле юго-западный умеренный ветер ночью до минус 4. Днем не выше 4 со знаком «плюс». Телефон редакции в Барнауле – 722-440. Хорошего вечера и новостей вам. И до встречи.